МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели. Главные события, актуальные комментарии и важные итоги прошедших 7 дней. Наши корреспонденты постарались увидеть суть, не упустив ключевых деталей. Здравствуйте. Туда не ходи, сюда ходи. В Гомеле прошел второй марш нетунеядцев. Зарплата всем по 500 и обновленный декрет номер 3. Вице-спикер парламента Болеслав Перштук дал эксклюзивное интервью новостям недели. Были бы руки, а работу дадут. Специальный репортаж о тех и для тех, кто желает трудоустроиться. А также другие яркие события этой недели в ближайшие 26 минут. 25 марта в Гомеле прошел так называемый марш нетунеядцев-2. Несмотря на то, что организаторы подали заявку на проведение этого мероприятия с опозданием, руководство города сочло необходимым встретиться с ними и обсудить условия проведения акции. Власти предложили для нее Дом культуры Випра. Эта площадка для проведения массовых мероприятий находится недалеко от центра города. Территория возле Дома культуры способна вместить более 4,5 тысяч человек. Актовый зал Дома культуры Випра рассчитан на 450 мест. Организаторы акции с идеей горосполкома не согласились. Однако в итоге все же пришли на заявленную площадку. Марш собрал около 200 участников. Были на нем и представители гомельских властей. Вся хронология событий далее. Изначально организаторы второго марша «Нету, не ядцы» в Гомеле планировали провести акцию на площади восстания. Однако здесь, как и каждые выходные марта, проходила сельскохозяйственная ярмарка. Места для собравшихся не нашлось. И они решили проследовать на площадку, предложенную городскими властями. В итоге возле Дома культуры Випра собралось около 200 человек. Основные события развернулись на ступенях Дома культуры. Там же находились и представители городских властей. Как это было и какие лозунги прозвучали от представителей движения за отмену декрета номер 3, смотрите и слушайте сами. Я вместе с народом. 23 года, 23 года наша страна катится в пропасть. Она уже закатилась. Она закатилась. Отменить указ номер 222. Отменить проведение пенсионной реформы и принудительную контрактную систему. Пришла узнать, о чем здесь будет речь, какие у людей настроения и чем все это осложняется. Я лично за политику нашего президента. Пусть она идет медленно, пусть идет потихоньку. Но страна же начинает процветать. Посмотрите, как Беларусь преобразилась по сравнению, когда произошел развал Союза. Разве можно это все замалчивать, умалчивать? Нам не нужно вот этот вот шум, гам, вот это вы крикнили, заученные эти фразы. Нам этого не надо. Это все подстроено. Мы хотим жить спокойно, мирно. Все хорошо, дети работают, внуки еще не работают. Откуда вы вообще взялись отсюда? Что вы говорили, чушь горолисть какую-то, а? Вы говорили свое мнение. Мы свое мнение. Вы говорили, что вы хотите спокойно. Стучит все. Гром, шум. Но этого конца и края нет. Поэтому кто тут, представители власти, есть? Представители городской власти приглашали собравшихся в зал для диалога. Однако воспользовались приглашением немногие. На площади, конечно, такие вопросы, как трудоустройство, бытовые, любые другие, они не решаются. Пожалуйста, вот сегодня здесь, в этом зале, я готов выслушать любого из тех, кто собрался здесь перед дворцом. Я готов ответить на все эти вопросы. И главное, что я готов оказать им помощь и в трудоустройстве, и в решении других бытовых вопросов. Достраиваю сыну, у меня двое детей. Девушка же несовершеннолетняя, понимаете? Я же тысячу долларов приехал, привез, здесь потратил, тысячи зарабатывал, понимаете? Вы что, скажите, возьмите сейчас его координаты и Савицкого. Потому что он не наш, для нашего района, но это ничего не сказано. Я прописывал, что я прописывал. Я прописывал, что я прописывал. У Комазов Сергей Егорович. Уже нет, нет у него. Акция продлилась чуть более двух часов. Организаторы составили итоговую резолюцию и передали ее местным властям. Ну а теперь о том, что реально предпринимается властью, чтобы решить проблему трудоустройства. Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал до 1 мая предоставить работу тем, кому она нужна. Справятся ли в регионе с поставленной задачей, выясняли наши корреспонденты. Сегодня в центре занятости города Гомеле на учете находится почти 2650 человек. Цифра немаленькая. Особенно если учитывать, что за последнее время желающих найти работу стало больше. Именно поэтому содействие и помощь трудоустройстве – задача номер один для представителей местных органов власти. Возможно, ранее выполнение поставленных целей казалось бы невозможным. Сегодня работа полным ходом двигается вперед. Только в Гомеле до конца марта планируют трудоустроить порядка 18% безработных горожан. Сейчас активно идет, начинается посевная кампания, значит, активно надо оказать помощь колхозам, совхозам в этих мероприятиях. Второе, вот подчеркиваем сейчас, вот, значит, это посадка леса. Ну, понимаете, что если сейчас не посадим, пройдет недели 2-3, 4, возможно, и уже потом поздно будет садить. Тогда надо будет, например, заниматься уборкой в лесу. Сложностей немало. Одна из них – утрата квалификации. Многие люди не работали по несколько лет. Но даже этот вопрос оказался решаемым. На переобучение до конца марта от центров занятости будут направлены около 400 жителей областного центра. На оплачиваемые общественные работы – порядка 1800. И что важно, сейчас в таком виде услуг нуждаются не только сельскохозяйственные предприятия. На производствах и в учреждениях здравоохранения готовы оплачивать работы по наведению порядка. Сезон открывается в осводе. Значит, и будут набираться люди, которые готовы будут работать матросами. Будет проведено обучение их со сводом совместно. Значит, все уже обговорено. И в соответствии с заключением медицинских, кто пройдет, ну, эти люди будут приглашены. И они будут устроены по городу. Это 50 таких мест. В самостоятельных поисках работы люди находятся месяцы, а то и годы. Центры занятости для многих сегодня – единственная надежда. Обратился в одну фирму. Они говорят, мы до 35 лет только берем. А мне уже за 40. И все. На Гомельском жирокомбинате с управлением по труду, занятости, социальной защите, горосполкома налажено тесное сотрудничество. Только с начала года было трудоустроено 11 человек. На Гомельском жировом комбинате работает 680 человек, списочная численность. Значит, предприятие в рамках декрета номер 3 взаимодействует с управлением по труду, трудоустроит при появлении вакантных мест, безработных, что способствует реализации действия этого декрета. Профессии разные, но в основном не требующие специальной подготовки. От операторов линий и упаковщиков до обслуживающего персонала. Павел ждал возможности трудоустройства два года. По состоянию здоровья его не хотел брать на работу ни один наниматель. Устроили меня по приемщикам с датчиком пищевой продукции. Тебя устроило? Да, помогли. Появилась вакансия. Работа нравится, все устраивает. На фабрике Коминтерн за 2016 год был трудоустроен 161 человек. По линии центра занятости квалифицированную работу получили 92. В основном это швеи, а также рабочие, отвечающие за узкий вид деятельности на производстве. Я должен сказать, только в 2017 году мы приняли на работу буквально в марте месяце 9 молодых специалистов. Вместе с тем, в случае необходимости, мы даем заявочку в центр занятости. И по линии центра занятости переподготавливаются люди. В том числе людей, которых мы набираем к себе на производство самостоятельно, которые приходят нам, так сказать, с улицы, проходят и имеют соответствующее образование. Мы все равно принимаем меры по их адаптации. Уровень безработицы в областном центре, по официальным данным, сегодня составляет 1,2%. Однако не исключено, что уже во втором квартале этот показатель может существенно уменьшиться. Ведь властью оказывается не только помощь в трудоустройстве горожан, но и выдаются субсидии под открытие частного бизнеса. Только в Гомеле таким видом помощи с начала года уже воспользовались 30 человек. А в области эти цифры выше в разы. О том, какая ситуация в сфере трудоустройства складывается в Речицком районе, расскажет моя коллега Юлия Борисовец. С начала 2017 года в службу занятости населению города Речицы обратили за содействием в трудоустройстве 675 человек. Из них 49% – женщины. 87% безработных имеют среднее и неполное среднее образование. И 42% – в возрасте от 16 до 29 лет. При содействии управления в текущем периоде уже трудоустроено 432 человека. В первую очередь это граждане, желающие работать. Чтобы удовлетворить желание, мы видим, нет, допустим, такой вакансии, которая соответствует профессиональным навыкам безработного, но мы, в общем-то, начинаем предлагать ему другие вакансии. Вот, например, даже пример такой приведу. Мать ходит за 50-летнего сына, чтобы его трудоустроили газоэлектросварщиком. Хотя сам сын не обращается. В общей сложности ситуация по Речицкому району стабильная. Количество обращений по вопросам трудоустройства возросло незначительно. На сегодняшний день имеется 499 вакансий. Из них 164 предназначенных для трудоустройства рабочих, имеющих профессиональные навыки. В свою очередь, для соискателей, не имеющих профессии или имеющих профессию, не востребованную в настоящее время, при содействии управления можно пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по востребованным на рынке труда профессиям. Речичанин Павел Поливач в полной мере воспользовался такой возможностью. Служил в армии, вернулся. На то время специальности не было. Вот решил обратиться в центр занятости. На данное время прохожу стажировку на фанерном заводе. Я думаю, что моя профессия, вот это водитель-погрузчик, пригодится в будущем. Я наберусь больше опытов, работы с техникой. Они мне вообще хорошую работу нашли администраторам. Я очень благодарна им. Вообще, надо большое сказать спасибо этим девочкам за их работу, за их предложения, за их внимание. В Речицкой службе занятости отмечают дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессиональному и квалификационному составу. Наиболее востребованными остаются рабочие таких профессий, как врачи, медицинские сестры, педагогические работники, фельдшеры, продавцы, архивисты, лесники и слесари различных квалификаций. Однако на учете соискателей с такими специальностями не состоят. Очень трудно в Речице найти работу, говорю сразу. Но потом в центре занятости подсказали вот это место. Я довольна. Во всяком случае, отчаяние, в котором я находилась, когда не могла долго найти работу, уже, во всяком случае, прошло. Пусть работа, не скажу, что из легких, но меня морально устраивает, что я человек рабочий. Пока нетрудоустроенным отчаиваться все же не стоит. Успокаивают в Реческой службе занятости. Здесь уже проведены две ярмарки вакансий. По результатам последней не остались в стороне и представители крупных предприятий города. 15 соискателям тут же были выданы направления на работу и на прохождение предварительного медицинского осмотра. Пять человек пожелали пройти обучение по профессиям. Еще пять изъявили желание получить субсидию на занятия предпринимательством. Безработные, имеющие строительные специальности, предпочли общественно оплачиваемые работы. Будем мини-ярмарки вакансий проводить. Будем приглашать нанимателей уже не в таком количестве, но одного-двух нанимателей. Они в течение рабочего времени будут у нас находиться. И если будут приходить безработные граждане, они будут иметь возможность такую напрямую побеседовать с представителями нанимателей. По данным текущей недели, в Речице зарегистрировано 456 безработных. У каждого из них есть как минимум два пути. Оставаться дома, сетую на отсутствие труда, либо активно искать работу. На сегодняшний момент уровень безработицы в Реческом районе составил 1,1%, что ниже среднего показателя по области. Проблема трудоустройства остается актуальной. Однако мы убедились в том, что в Управлении по труду, занятости и социальной защите Реческого райисполкома не боятся трудностей. Здесь ведется работа по стимулированию к трудовой деятельности трудоспособных граждан. К тому же актуальные вакансии ежедневно размещаются на новостном портале Государственной службы занятости. Юлия Борисовец, Евгений Макенко. Специально для программы «Новости недели» из Речицы. На этой неделе Речицу посетил вице-спикер Белорусского парламента Болеслав Перштук. Он провел прием граждан и ознакомился с перспективами развития введенного два года назад завода по производству плит МДФ. Во время поездки в регион Болеслав Перштук ответил также на вопросы «Новостей недели». Реализация декрета номер три – тема, которая в последнее время активно обсуждается в обществе. Конечно, я скажу объективно, вот и мы занимались, наши депутаты анализировали особенно профильные комиссии, и, конечно, поторопились разработчики этого декрета и некачественно проработали все категории населения. На самом деле декрет же понятно был, на какие категории направлен, да? На те категории, которые, по сути дела, работали в теневом бизнесе, которые не платили социальные налоги, не платили подоходы, не платили отчисления в фонд социальной защиты, и при этом, по сути дела, пользовались, как и мы, все остальные граждане, инфраструктурой, детскими садами, больницами, школой и так далее. Ну, согласитесь, по крайней мере, это не объективно и неправильно, когда мы злоупотребляем немножко этим положением. Поэтому цель была привести это все в порядок, да? Представить документы оправдательные, посмотреть, где он там работает и зарабатывает какие источники. И, безусловно, такая категория тоже достаточно большая присутствует в стране. Поэтому все будет нормально, все приведется в порядок в самое ближайшее время. В соответствии с первоначальным замыслом, я уверен, что все станет на свои места очень быстро. Еще один вопрос, волнующий многих – трудоустройство. Хотя официальный уровень безработицы в регионе невысок, есть те, кто длительное время не может найти работу по специальности или не готов работать за предлагаемую зарплату. Болеслав Перштук проанализировал ситуацию, в первую очередь, на примере Речицы. Центр занятости состоит примерно 490 человек. Примерно столько же вакансий имеется в городе. Конечно, они невысокие в квалификации, эти места. Понятно, что там зарплата невысокая. Но если у человека абсолютно трудная ситуация, то я считаю, что надо идти на работу даже там, где 300 рублей сегодня платят, или 400. Есть вакансии в сельской местности, хотя это тоже тема остро стоит. И есть вакансии в бюджете, в бюджетных организациях, детские сады, школа, воспитатели, учителя физкультуры нужны. То есть, в принципе, важно мне тоже было посмотреть, насколько действительно актуальна эта задача, как она решается, потому что мы должны выполнить поручение до 1 мая. Мы должны всех, кто официально зарегистрирован, конечно, обеспечить, как минимум, предложить ему рабочее место. Дело каждого гражданина, как он, согласится или не согласится. Но мы подберем, и я вот убедился сегодня, специалисты райисполкома уверенно подтверждают, что они с этой задачей справятся. Меня-то, конечно, безусловно, радует. Еще один вопрос из разряда топовых. Рост зарплат. Об этом мы также спросили вице-спикера парламента Болеслава Перштука. Насколько реально достичь уровня в 500 долларов, и в каких сферах сделать это будет труднее всего? В среднем должна быть 500, да? И в среднем это несложная задача. Особенно для Гомельского региона, где очень много крепких предприятий. Я допускаю, что не все выйдут, конечно, на 500 долларов. Будут трудности в строительном комплексе, это сегодня уже очевидно. Будут трудности в предприятиях сельского хозяйства, не все смогут. Но в целом, по регионам, я считаю, что это вполне реальная задача. Особенно по крупным промышленным районам нашим, да? Сложнее по мелким сельскохозяйственным регионам. Вот там надо будет, конечно, администрацию очень плотно поработать. Но не стоит задача, всем 500, понятно. И не будет так, что все будут получать 500 долларов. Но надо стремиться восстановить ту зарплату, которую имели мы до кризиса в 2014 году. Вы помните, сколько она была? Она была даже не 500 в стране. И в Гомельской области она была порядка 700 долларов. Это говорит о том, что все это было реально, абсолютно совершенно недавно, два с половиной года тому назад. И мы с этой задачей вполне справлялись. Надо выйти на тот уровень, который мы имели, и зарплата сама придет. Экономика первична, а потом уже заработная плата. Уходящие семь дней были богаты и на другие события, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Предлагаем посмотреть, чем запомнилась эта неделя. Председатель Гомельского обл. исполкома Владимир Дворник выступил с отчетом перед областным советом депутатов. По итогам прошлого года, по ряду позиций, область лидирует среди прочих регионов страны. По решению Республиканской конфедерации предпринимательства, на Гомельщине более комфортный климат для ведения бизнеса. Уровень безработицы среди работоспособного населения составляет 1%. В нашем регионе и самое малое среди областей количество убыточных предприятий. По сути, более ощутимые проблемы в экономической сфере связаны с БМЗ и Мозорским НПЗ. Улучшение ситуации в экономике – ключевая задача на 2017 год для всех уровней власти. Это единственный путь роста благосостояния. Представителям одаренной молодежи региона на уходящей неделе вручены свидетельства специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и премии облсполкома. Среди обладателей наград – 28 учащихся художественных учреждений образования и актеры театров. Премии Гомельского облсполкома ежегодно присуждаются за достижения в учебе и творчестве, в том числе за победы на областных, республиканских и международных конкурсах и фестивалях. Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Беларуси Алон Шогом посетил город над Сожем. Это первый визит дипломата после его назначения на эту должность. Гость побывал в нескольких объектах социальной инфраструктуры, в частности, в городском национальном учебно-педагогическом комплексе «Атиква». Это единственное учреждение в Беларуси, где наравне с привычными предметами преподают еврейскую литературу и еврит. На уходящей неделе в белорусской столице назвали имена победителей 9-го республиканского конкурса «Женщина года». От Гомельской области награды Белорусского союза женщин получили 6 представительниц. В списке награжденных председатель Будокошелевского районного совета депутатов Елена Олексина, директор Туровского молочного завода Ольга Луцко, руководитель камерного хора Гомельской областной филармонии Елену Соколова. Диплома также удостоились директор Гомельского городского социально-педагогического центра Наталья Мазенина, заведующая кафедрой Гомельского государственного медицинского университета Тамара Шершакова и серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе в Рио-де-Жанейро Мария Мамашук. Неделя выдалась щедрой на юбилейные мероприятия. На связи наш обозреватель Вероника Ворошилина. Она расскажет о самом интересном. Вероника, здравствуйте! А чем вам запомнилась эта уходящая неделя? Здравствуйте, Дмитрий! Уходящая неделя подарила много интересного и отметилась сразу двумя крупными юбилейными событиями. Старейшее печатное издание Беларуси газета «Гомельская правда» отпраздновала сотый день рождения. А тем временем полувековой юбилей большим праздничным концертом отметила Гомельская областная филармония. Не переключайтесь в ближайшие несколько минут об этом и не только наш культурный обзор. Старейшее печатное издание Беларуси областная газета «Гомельская правда» на этой неделе отпраздновала столетие со дня выхода своего первого номера. Поздравить коллектив издания с юбилеем приехали информационные партнеры, представители власти, а также районных газет. В торжественной обстановке лучшие сотрудники «Гомельской правды» получили награды, в том числе нагрудные знаки «Отличник печати». В разное время газета носила разные названия, но всегда журналисты стремились писать о самом актуальном. Современная «Гомельская правда» — это холдинг, который включает собственный издательский дом, радиостанцию «Правда.Радио» и новостной интернет-портал «Правда.Гомель». А во дворце Румянцевых и Паскевича открылась выставка уникальных фотоматериалов, публикаций профессиональной печатной техники и наград журналистов «Гомельской правды». Здесь же можно увидеть юбилейное издание, над созданием которого работал весь коллектив редакции, собрав воедино редкие фотоматериалы, воспоминания ветеранов и наиболее громкие статьи. А тем временем свой полувековой юбилей большим праздничным концертом отметила Гомельская областная филармония. В фойе общественного культурного центра для гостей вечера была подготовлена историческая выставка, фотосессия с известными деятелями эстрады и много других сюрпризов. На сцене талантливые артисты филармонии радовали слушателей яркими отечественными и зарубежными хитами в современной обработке. В разные годы в Гомельской областной филармонии работали прославленные музыканты, солисты, исполнители, известные не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. К слову, эти традиции продолжаются и сегодня в репертуаре нынешних коллективов. Музыка на любой вкус – симфоническая и камерная, вокальная и инструментальная, классическая и современная, народная и зарубежная. А сами артисты Гомельской областной филармонии – люди преданные своему делу и объединенные высоким чувством безудержной любви к искусству. Сразу два интересных проекта на этой неделе презентовали в картинной галерее Гавриила Харитоновича Ващенко. Фотовыставка «Твердая вера православия на святой земле» ознакомит посетителей с работами фотографа из Израиля Дафны Таль. А экспозиция «Музей интересной науки Галилей» наглядно показывает, что научный процесс может быть захватывающим и увлекательным. Выставка фотографа из Израиля Дафны Таль – международный проект, организованный при поддержке посольства Государства Израиль в Республике Беларусь. На фотоснимках застыли святые места и священнослужители Иерусалима. Православные традиции многих веков и минуты молитвы в дрожащем свете церковных свечей. 38 работ Дафны Таль раскрывают богатое наследие православной церкви на святой земле. Здесь же, в картинной галерее Гавриила Харитоновича Ващенко, на этой неделе открылась выставка «Музей интересной науки Галилей». Что удивительно, все экспонаты не только можно, но и нужно трогать. Только так посетители смогут узнать, на чем удобнее сидеть – на гвоздях или бильярдных шарах. Как действует волновой маятник и как достигаются оптические иллюзии. Эта интерактивная выставка будет интересна и детям, и взрослым. А на манеже Гомельского государственного цирка стартовала новая шоу-программа «Индира». Комические номера клоунов и захватывающий дух выступления жонглеров, гвилибристов, воздушных гимнастов и акробатов. В центре яркого циркового шоу экзотические животные. Верблюды и ламы, пумы и львы, обезьяны, дикобразы, лошади и пони, попугаи, ягуар, питон и даже крокодил. Эти умилительные артисты удивляют публику своей ловкостью и сообразительностью. Пожалуй, самые впечатляющие действующие персонажи шоу «Индира» – слоны. Эти массивные, на первый взгляд, нерасторопные животные изящно и грациозно выполняют самые сложные цирковые трюки. Следующая неделя обещает быть не менее щедрой на интересные культурные события. В картинной галерее Гаврила Харитоновича Ващенко будут звучать шедевры русского классического романса. В исполнении лауреатов международных конкурсов Константина Горошко и Виталия Фомина. Во Всемирный день смеха во Дворце культуры железнодорожников Камерный оркестр Гомельской областной филармонии представит инструментальную программу «Музыканты шутят» и не только. Также на следующей неделе будет отмечаться Всемирный день театра. Театральное зрелищное учреждение Гомельской области готовит для своих зрителей много интересных проектов и сюрпризов. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за культурными событиями региона вместе с нами и будьте в курсе всего самого интересного. Обзор подготовили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко специально для программы «Новости недели». Отсутствие света в студии – это не технические проблемы, как вам могло показаться. Многие жители не только Гомельской области, но и всей планеты провели в субботу целый час именно так – в темноте. 25 марта во всем мире в десятый раз прошла одна из самых узнаваемых экологических акций «Час Земли». В 20.30 свет выключили во многих домах и офисах. Погасла подсветка рекламы административных зданий и памятников архитектуры. Инициативу ежегодно поддерживают более 2 миллиардов человек. «Час Земли» 2017 объявили символом бережного отношения к природным ресурсам и экологии. Лозунг акции в этом году – «Меняй себя, а не планету». Это были итоги минувших 7 дней. Мы следим за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин